Добрый день! В эфире телеканал НТС Новости в студии Елена Яковлева. Убийство, которое не скрыл пожар. В милиции рассказали детали жуткого происшествия в Нарынской области. В минувшие выходные общественность была шокирована информацией о гибели целой семьи, бабушки и двоих ее внуков. Милиция уже задержала подозреваемого, который сознался в содеянном особо тяжком преступлении. Погибшие проживали в селе Кокой Джунгальского района. В одном из домов, как сообщается, вспыхнул пожар. Но причиной тому был умышленный поджог, по данным правоохранителей. Мужчина 29 лет распивал спиртное с хозяйкой дома. А после того, как женщина уснула, будучи пьяной, он сначала изнасиловал ее четырехлетнюю внучку, а после задушил девочку, ее семилетнего брата и саму женщину, бабушку этих детей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по двум статьям убийства и изнасилования. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Проживает один. Ранее был женат, несколько лет назад развелся. Маленькие жертвы большой миграции. Очередной ребенок скончался в результате побоев от родственницы. Присмотреть, за которым ее просила мать, уехавшая на заработки. Полуторгодовалый мальчик умер в Джетюгузском районе. По данным прокуратуры этого района, в территориальную больницу малыш поступил накануне. Врачи зафиксировали у него различные телесные повреждения. Через некоторое время он скончался. Как стало известно, его мама находится в Москве в трудовой миграции. Ребенка оставил с родственниками. 40-летнюю женщину, которую подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, малыша задержали. Она выдворена в ИВС. На облакче инспектора избили пьяные сотрудники прокуратуры. Драка произошла в ночь на воскресенье. Потерпевшему пришлось стрелять в воздух. По данным правоохранительных органов, сотрудник управления обеспечения дорожного движения нес службу на посту Аккеме. К нему подъехали на автомобиле Мазда двое помощников прокурора города Балыкчи. Стали провоцировать на конфликт, который перерос в драку. В результате стычки избитого инспектора госпитализировали. В отношении прокурора города Балыкчи и его двоих помощников уже начато служебное расследование и возбуждено уголовное дело. Все они отстранены от занимаемой должности. Гнались за нарушителем, а подстрелили прохожего прямо в голову. Словно эпизод из остросюжетного фильма. В Аше накануне вечером сотрудники милиции задержали нарушителя, который к тому же, как оказалось, стоит на учете как член организованной преступной группировки. Правда, его задержанию предшествовала погоня. Инспекторы, которые несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения, заметили тонированную машину, к тому же без одного из госномеров. Требования милиционеров остановиться водитель проигнорировал, при этом умышленно сбил правоохранителя. Его напарник сразу бросился преследовать в тонированный Мерседес, но, стреляя по колесам, ранил случайного прохожего. Пуля попала в крыло автомобиля, срикошетила в мужчину, который шел по обочине дороги. И гражданский милиционер госпитализированы. 19-летний парень задержан. Имеющийся единственный госномер автомашины оказался подложным. Лекаря Хашима Зайна Алиева арестовали. В данное время он находится в ИВС. Лжедоктор, у которого лечил пациентов с онкологией, на разных стадиях предъявили обвинение по еще одной статье – мошенничество. По данным милиции, 20 декабря в орган обратился мужчина, который написал заявление на Зайна Алиева, обвинив его в присвоении 100 тысяч сомов. Столько денег, по словам потерпевшего, он заплатил за лечение своей тещи, скандальному знахарю, еще в апреле 2016 года. Лжа-онколог обещал родственникам больной полностью ее вылечить. После пребывания в его центре в течение трех месяцев, когда женщине стало хуже, Зайна Алиев отправил ее домой. Вскоре она скончалась. На основании этого заявления милиция Октябрьского района Бишкека возбудила уголовное дело. Данный случай квалифицируется как злоупотребление доверием пациента с целью завладения денежными средствами. Это обвинение уже второе в отношении Хашима Зайна Алиева. По обращению Минздрава в отношении него начали расследование по статье «Незаконное врачевание». Ранев на центр онкологии поступила девочка в коматозном состоянии, как выяснилось после лечения у уже онколога Хашима Зайна Алиева. Двое пассажиров сильно пострадали в результате аварии в Джалалабаде. Машина, на которой они ехали, врезалась в парадную арку на въезде в город. Момент столкновения попал на видео с дрона, который делал свадебную съемку молодоженов. В тот момент, когда жених с невестой позировали для оператора, позади них автомобиль врезался в строение. Пострадали 20-летний водитель автомобиля марки «Шевроле» и 24-летний пассажир. Обоих госпитализировали. По предварительным данным Управления области, ДТП произошло из-за технических неисправностей автомобиля. Правительство должно минимизировать человеческий фактор в вопросе регистрации транспортных средств. В противном случае реформа опять приведет к новой волне коррупции. Такую точку зрения высказывают эксперты. Напомню, в конце прошлой недели правительство объявило о ликвидации Департамента регистрации транспортных средств при госрегистре и передаче его функции новому госпредприятию УНА. По мнению чиновников, это поможет ликвидировать коррупционные риски, которые сегодня связаны с этим ведомством, и сократить количество жалоб. Подробности в нашем следующем сюжете. Поводом для реформирования Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава послужили многочисленные жалобы со стороны автовладельцев. Коррупция в этом ведомстве была практически поставлена на поток. Недавний случай с задержанием начальника бишкекского управления еще раз указал правительству на необходимость этих реформ. После того, как органам занялись вплотную, с должности был уволен и руководитель ведомства Джошбек Каиналиев. Теперь правительство решило преобразовать департамент в новое госучреждение УНА. В его задачу будет входить оперативная регистрация машин и оформление необходимых документов. Большие очереди, несвоевременная выдача документов и бюрократизация процессов доставляют большие неудобства для наших граждан. В этой связи было принято решение о ликвидации специализированного центра информационных услуг при ГРС и Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава и создании на его базе нового государственного учреждения УНА. Первопричиной ДТП косвенно лежат и на органе, который принимает квалификационные экзамены и выдает водительские удостоверения и, несмотря на большую работу по автоматизации данной сферы, улучшения в ней до сих пор незаметны, что связано с наличием коррупционных схем. Эксперты говорят, одно лишь переименование не поможет ликвидировать коррупционные схемы и исправить ситуацию в системе выдачи документов и регистрации транспорта. Даже если будет проведена полная автоматизация и люди совсем не будут иметь доступ к деньгам, специалисты из системы, которые наверняка снова попадут в новый орган, все равно найдут способы для незаконного обогащения. Для борьбы с этими факторами нужен постоянный контроль. Мы оказались в ситуации той же самой Грузии, где Саакашвили пришлось менять полным пакетом целые министерства. Я боюсь, что с ГРС надо поступать точно так же. Дело в том, что мы помним, как формировался финпол. Его расформировали, потом стали набирать по конкурсу, потом оказалось, что те же самые старые сотрудники вдруг просли по конкурсу. И потом пошли обвинения в том, что они занимаются тем же самым. Это мы переживали в течение 4-5 лет назад. Все это заражено, поэтому личный состав надо менять полностью. Эти коррумпированные сотрудники от того, что одного-двух поменяют, эта система сохранится. Она просто станет более изощренной, более тонкой. Если раньше заносили в кабинет, то теперь будут ему отправлять на счет или приносить вечером домой. Однако для устранения коррупционных схем, говорят эксперты, одного лишь реформирования ГРС недостаточно. Как показала практика, в переправке через Кыргызстан тех же угнанных машин участвуют целые организованные преступные группы из числа сотрудников госструктур. И средства там вращаются внушительные. Только последнее задержание такой группы выявило ущерб на более чем 100 миллионов сомов. Сейчас нам нужна ли вот эта новая структура? В этом непонятно мне. Если ворованные машины регистрируют, если угнанные машины регистрируют, перебивают номера, это кто занимается этим? Это не только ГРС занимался, это таможенная служба, это пограничная служба, это органы правоохранительные. Потому что сейчас очень много случаев, когда через Кыргызстан, Тазикстан гоняют машины, российские машины, ворованные машины, из Европы, из Казахстана гоняют. Мы становимся транзитной стороной для преступных организованных групп. И этим, то, что сейчас создадут отдельную структуру, этим не решат эту проблему. Надо систему менять, я считаю. Эксперты говорят, если реформу удастся провести, как это задумано авторами, это поможет избежать многих проблем. И это не только коррупционные риски, но и количество ДТП и хищение машин и ряд других преступлений, на которых зарабатывали некоторые нечистые на руку работники системы. Однако для того, чтобы ликвидировать эти схемы, нужна серьезная политическая воля. Люди, которые зарабатывают на подобных махинациях, имеют влиятельных покровителей во властных структурах. Игорь Потанин, Эрлан Кемельбеков, НТС. Неделю не меньше, до 7 января включительно, будут отдыхать крыгостанцы после встречи нового 2019 года. Такое постановление подписал премьер-министр Мухаммед Калый Абалгазиев. После новогоднюю неделю составят дополнительные дни, на которые выпадают выходные в связи с рядом других официальных праздников в течение года. В Минсоцразвитии решили их намеренно перенести и включить в состав новогодних каникул с тем, чтобы крыгостанцы могли провести постпраздничное время в кругу семьи и друзей. Таким образом, данный документ нацелен на рациональное использование работающими выходных и нерабочих праздничных дней. Такой рокировке выходных поспособствовали многочисленные обращения самих граждан. Ну и на этом у нас пока все. Смотрите наши следующие выпуски новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания.